Вновь гость, но не в студии, а на связи, прямой видеосвязи, солистка Крымской государственной филармонии, лауреат международных фестивалей и конкурсов Дарья Резниченко. Даша, привет! Доброе утро! Доброе утро! Как дела, как настроение? Как там изоляция, Даша? Потихоньку доделываем старые дела, ухаживаем за домом, ну и делаем новые проекты. Вот, давай-ка рассказывай, что по поводу новых проектов, какую программу готовишь? Ой, Вильдан, там очень много всего, ты же знаешь, творческий процесс, он занимает очень много времени. Вот, сейчас осваиваю новую программу для написания музыки. Там, ну, в общем, много разных интересных штук, на которых никогда не хватало времени. Вот, а вот что касательно новых произведений, это ж такое дело, ты находишь произведение, тебе нравится название, композитор, все, начинаешь учить, а потом как-то, ну, не пошло. Бывает идет, бывает нет, бывает вообще, потом слушатели очень хорошо воспринимают. И ты в удовольствие исполняешь, конечно, эти произведения. Но это время требует. Вот по поводу репетиции. Если, например, как репетировать? Ты ведь играешь не сольно, ты ведь играешь, а у тебя есть концертмейстер, который аккомпанирует. То есть как, вы созваниваетесь с ним по видеосвязи? По видеосвязи мы пробовали, а у нас не получилось. Задержка, да? Мы общаемся. Мы мысленно друг с другом общаемся, конечно. Ну и каждый сам свое музыкальное совершенство старается поддержать. Что-то новое, возможно, привнести в свою профессию. Я понял. А на фоне вот этой всей вот, дашь, изоляции, может, не только чужие произведения, может, уже и свое что-то рождается? Как вообще изоляция влияет? Ну, пока нет еще. Новое не родилось. Одно произведение я уже написала. Новое пока что кип и нот в папке. Там пока дурдомчик в этой папке, так скажем. А у нас, может быть, есть? Вдохновение надо, вдохновение. Возможность что-либо сыграть. Это было бы для вас удобно? Может быть, мы начнем утро с каких-нибудь... С музыки? Да. Ярких нот. Что исполнишь? Одну часть из... Есть у Антонио Вивальди необычные сонаты для скрипки или виланчели соло. Вот я сыграю одну из этих частей. С удовольствием. Послушаем. КОНЕЦ 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 Один из тех, кто есть. Просто только наши, ты слышишь, телезрители тоже аплодируют. Вообще, что по поводу концертов сейчас? Какие-то концерты, не знаю, дома, родным играешь. Может быть, это концерты на балконе, что сейчас вполне актуально. Нет? частный дом? Нет. У меня частный дом, да. Я в детстве всегда занималась в малине. В малине? У нас малина росла, и я очень любила в эту малину забираться. Мне всегда нравилось. Ну, сейчас немножко по-другому. Сейчас время по-другому ценится. А концерты, ну вот, ко мне сегодня вот только что приехала племянница, она в саду сейчас у бабушки в розах. Слушайте, вот это у вас все красиво. Да, она очень любит, чтобы я концерты устраивала. Ну, устраиваю, конечно. Я понял. В общем, сейчас вместе с нами ты порепетировала, настроилась, разыгралась, и теперь готова дать настоящий концерт своей племяннице. Да, конечно, да. Все, спасибо большое, хорошего дня, привет, племянница, будь здорова.